Кабардино-Балкария Ну а теперь к новостям. Работодателям запретят увольнять многодетных отцов, в том случае, если они являются единственными кормильцами в семье. Такие поправки в Трудовой кодекс подготовлены в Минздравсосразвитие и уже согласованы Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. По закону нельзя увольнять женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей-одиночек с детьми до 14 лет, а также других лиц, воспитывающих детей без матери. Такая формулировка в Трудовом кодексе фактически исключает возможность пользоваться этой гарантией отцу, если он единственный кормилец многодетной семьи, если мать не работает и занимается уходом за детьми. Этот пробел в Трудовом законодательстве решено устранить. В Минздравсосразвитие надеются, что Госдума рассмотрит поправки в течение нынешней весенней сессии. Для детей-сирот и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, устроили показ мультипликационного фильма «Король лев». Авторы идей – Минмолодежи Кабардино-Балкарии совместно с региональным отделением Российского детского фонда. Благотворительная акция прошла при поддержке депутата Госдумы Адальбиш Хагошева. Показ организован в рамках проекта «Мы вместе». На просмотр мультфильма привезли 150 воспитанников домов-интернатов КБР. Уже на входе в кинотеатр «Эльбрус» ребят ждали представителей республиканского движения волонтеров. Чтобы поднять настроение, детям дарили шары, а улыбчивые лица в раз превращались в милые разрисованные мордашки. Увидеть старого всеми любимого «Короля льва» по-новому юным зрителям помогали специальные очки. Форматом 3D ребята остались довольны. Ну сейчас в очках мы смотрели, а так по телевизору смотрели. И что сейчас? Сейчас она более интереснее стала. Как он сражался со шрамом. И как он еще дрался и ему ногой ударил по лицу. Его сынок тоже там был, а это еще кредит был, а там он убил. На этом показе организаторы акции останавливаться не собираются. Благотворительные мероприятия для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, Минмолодежи Республики будет проводить и дальше. Встречи не обойдутся без подарков, особенно тех, что сделаны своими руками. Пожалуй, самой актуальной и популярной для нас была и остается тема погоды. От нее зависит многое и наше настроение, и самочувствие, наши планы и, конечно, их осуществление. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые эту погоду изучают, анализируют и даже предсказывают. Метеорологи принимают поздравления. Статистика, накопленная за последние десятилетия, показывает, что более 80 всех стихийных бедствий имеет метеорологическое происхождение. Отсюда вытекает важность метеоисследований и совершенствование их методов для получения максимально точного результата. Представителем России в этой глобальной системе наблюдения является Росгидромет. Главная цель его деятельности – снижение угрозы жизни населения и ущерба экономики России от погодно-климатических явлений и обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности страны. Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40% от 15% в морской отрасли до 46% в строительстве. И на этом у меня пока все. Я передаю слово моим московским коллегам. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем часе. Здравствуйте! Вас приветствует Вести Утро. Кабардино-Балкария. Новый день. С вами встречаю я, Мадина Урусова. И спасибо, что остаетесь на телеканале «Россия». С чего начинается ваше утро? С чашечки бодрящего кофе или ароматного чая? А вы не задумывались, что намного полезнее было бы выпить стаканчик молока? Ну а теперь к новостям. Работодателям запретят увольнять многодетных отцов, в том случае, если они являются единственными кормильцами в семье. Такие поправки в Трудовой кодекс подготовлены в Минздрав соцразвития и уже согласованы Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. По закону нельзя увольнять женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матери-одиночек с детьми до 14 лет, а также других лиц, воспитывающих детей без матери. Такая формулировка в Трудовом кодексе фактически исключает возможность пользоваться этой гарантией отцу, если он единственный кормилец в многодетной семье, если мать не работает и занимается уходом за детьми. Этот пробел в Трудовом законодательстве решено устранить. В Минздрав соцразвития надеются, что Госдума рассмотрит поправки в течение нынешней весенней сессии. Для детей-сирот и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, устроили показ мультипликационного фильма «Король лев». Авторы идей – Минмолодежи Кабардино-Балкарии совместно с региональным отделением Российского детского фонда. Благотворительная акция прошла при поддержке депутата Госдумы Адальбиш Хагошева. Показ организован в рамках проекта «Мы вместе». На просмотр мультфильма привезли 150 воспитанников домов-интернатов КБР. Уже на входе в кинотеатр «Эльбрус» ребят ждали представителей республиканского движения волонтеров. Чтобы поднять настроение, детям дарили шары, а улыбчивые лица в раз превращались в милые разрисованные мордашки. Увидеть старого всеми любимого короля льва по-новому юным зрителям помогали специальные очки. Форматом 3D ребята остались довольны. Ну сейчас в очках мы смотрели, а так по телевизору смотрели. И что сейчас? Сейчас она более интересней стала. Как он сражался с этим, ну со шрамом. И как он еще дрался и ему ногой ударил по лицу. Дев убили, его сынок тоже там был, а это еще кредит был, а там он убил. На этом показе организаторы акции останавливаться не собираются. Благотворительные мероприятия для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, Минмолодежи Республики будет проводить и дальше. Встречи не обойдутся без подарков, особенно тех, что сделаны своими руками. Ну а накануне в Республике отмечали Навруз. В фонде культуры собрались представители 18 национальных культурных центров Кабардино-Балкарии. Инициатива принадлежала Государственному комитету по делам общественных и религиозных организаций КБР. Праздник, чья история уходит еще в дописьменную эпоху, отметить в фонде культуры собрались представители всех диаспор, национально-культурные центры которых находятся на территории Кабардино-Балкарской республики. Это праздник весный, праздник того, что пережита холодная, тяжелая зима. Что надо выходить в поле, надо начинать работать, надо, в принципе, продолжать жизнь. А гости из Уфы, семья Сингатулиных, с Наврузом поздравили и жителей Кабардино-Балкарии на родном татарском языке. Пожалуй, самой актуальной и популярной для нас была и остается тема погоды. От нее зависит многое и наше настроение, и самочувствие, наши планы и, конечно, их осуществление. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые эту погоду изучают, анализируют и даже предсказывают. Метеорологи принимают поздравления. Статистика, накопленная за последние десятилетия, показывает, что более 80 всех стихийных бедствий имеет метеорологическое происхождение. Отсюда вытекает важность метеоисследований и совершенствования их методов для получения максимально точного результата. Представителем России в этой глобальной системе наблюдения является Росгидромет. Главная цель его деятельности – снижение угрозы жизни населения и ущерба экономики России от погодно-климатических явлений и обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности страны. И на этом я с вами прощаюсь и желаю удачного начала рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин